Когда я впервые услышал о трилогии Летисина, то подумал, хейст, люблю научную фантастику. У этого автора и там Небюла, и Хьюга полно наград не только китайских в жанре научной фантастики, но и таких общепризнанных, международных, и тем более я люблю китайские веб-новеллы. Я люблю жанр научной фантастики. И что может пойти не так? Да? Да? Ах, приветствую на канале, это Тим и трилогия Летисина, или Летисиня, дерьмище. Погонь. Раздражающая, агитационная, мразотная, тупая и абсолютно бездарная помойка. У меня горит не так сильно, как от основания Зимова, конечно, все-таки Летисина не считают классиком. Это просто, ну, хороший, талантливый автор. В китайский он вроде бы считается одним из лучших, если не лучшим из тех, кто пишет в жанре научной фантастики, но... Это прям плохо. Я пройдусь по каждой из трех книг. Это задача трех тел, темный лес и... И что-то там про смерть. Я могу несколько перепутать хронологию событий, потому что читал уже, не знаю, где-то с полгода, или даже... Ну, может, с год назад. Неважно. Итак. Летисин. Задача трех тел. И, кстати, эта самая задача трех тел довольно бессмысленна и вообще зачем. Ну да ладно. И так. Начало. Стартует она, разумеется, с китайской агиточки. Ибо отец героини, ну, до некоторого момента героини, далее главным героем будет ученый, занимающийся нанотехнологиями в первой книге, он у нас предатель. Его арестовали. Китайская культурная революция. Все, кто не согласен, на плаху. Окей. Далее. Эта женщина, вообще плевать, как ее зовут. Она получает там больше власти, влияния, но все еще держит в своем сердечке память об отце-предателе. На самом деле, отца сдала ее мать, а вот сама она и все еще любит, и лояльна к нему. Внезапно получает доступ к мощному источнику, который может посылать сигналы в космос. И внезапно обнаруживает какой-то сигнал. Шлет весть и получает ответ. Ну, на самом деле, там как дело было, если я не вру? Это некий аналог Вояджера, только китайский. Вроде бы. Послали сигнал в космос, потом забыли, забили, и вот на него, наконец, ответили. Она, значит, смотрит ответ. А там сказано, не посылайте сигнал, иначе вам хана. А она такая, пш, херня вопрос, и посылает сигнал. Осознанно. Потому что ей четко указали в ответе, что, мол, вашу цивилизацию уничтожат. А ей плевать. И это та самая агитационная, мразотная часть. Потому что вскоре главный герой – это ученый, занимающийся нанотехнологиями. И тут проблемка. Проблемка в том, что лицесин, ну, он вроде как работал инженером на электростанции. Человек, вроде бы, с техническим складом ума. Я-то, я-то гуманитарий. Не то чтобы до мозга костей, но... Хотя, знаете, да, до мозга костей, можно и так сказать. Но все же я интересуюсь какими-то там фундаментальными науками, просто для общего развития. Да, и лицесин, видимо, из той породы людей, что, ну, он вроде бы технарь. И уж не знаю, благодаря каким связям он устроился на эту самую электростанцию, но по ощущениям его компетенция равна таковой у Гомера Симпсона на станции ядерной, ибо этот человек вообще не понимает научного метода, он не осознает научного склада ума. Ибо ситуация следующая. Внезапно среди ученых начинается массовая истерия. Среди таких высокопоставленных, прославленных, занимающихся передовыми исследованиями. Ибо физика внезапно перестает работать. Что это значит? Результаты их экспериментов, ранее определенные, укладывающиеся в известную картину мира, внезапно стали каким-то хаотичными, спорными. А еще у некоторых исследователей, в том числе и у главного героя первой книги, появляется таймер, который отчитывает, а что он отчитывает? Видимо, время до смерти. И ученые начинают... В общем, начинают массовый суицид. Потому что, ааа, физика не работает, пойду убьюсь, но... Ладно, там, не сотни, но многие ученые. А... Что? Любой человек, вот... Даже я, человек, не обладающий научным складом ума, могу построить определенную цепочку предположений. И, коль скоро, Литисин впоследствии строит некоторые цепочки предположений, даже с более слабыми посылами. С более слабым таким основанием. Делает выводы, ну... Из каких-то призрачных... Майментов. Можно сделать вывод о том, что, ну... Герои в этой вселенной, персонажи и ученые, они не идиоты. И способны мыслить логически. Делать выводы из определенных посылок. И... Какой можно сделать вывод из того, что результаты экспериментов внезапно становятся хаотичными? Во-первых, провести первоначальную проверку. Хей, я здесь, я существую, я не витаю в космосе, можно подбросить монетку. Ну... Что ж, какие-то фундаментальные законы физики работают, да? Да. Хм... Тогда в чем может быть проблема? Начинаешь проводить эксперименты. И доходишь до определенного момента, когда результаты становятся хаотичными. И внезапно все эти эксперименты связаны с самыми передовыми областями науки. Хм... Какой вывод можно сделать, исходя из этого? А также исходя из того, что внезапно, ну, в условном уголке экрана твоего восприятия появляется обратный отчет, который останавливается, когда ты приостанавливаешь исследование. А, ну, наверное, физика это ложь, и все это дело рук Бога, который почему-то использует обратный отчет. И цифры, арабские цифры. Значит, значит, ислам единственная верная религия, если это арабские цифры. Или там цифры разные. У выходцев из разных стран, или все-таки арабские, они же считаются стандартным. Хм... Сложно сказать. Или... Или... Можно сделать более логичный вывод. Что это чье-то вмешательство, потому что, ну, божеству... Не нужен обратный отчет. Такое-то странное, сомнительное предупреждение. И, следуя всем известностной бритве, можно сделать вывод о том, что это чье-то стороннее вмешательство. Итак, что сделает любой ученый? Осознает, что это вмешательство. Однако, из известного уровня развития науки, ни одно государство, ни один научный институт не сможет сделать нечто подобное. Да, до определенных пределов можно скрывать уровень развития науки, но он слишком высок. Следовательно, это вмешательство нечеловеческой цивилизации. Итак, любой ученый, исходя из всех этих изменений, сможет сделать вывод. Дело рук пришельцев. Но почему? Есть два варианта. Первый. Пришельцы, ну, эти два варианта объединяет одна мысль. Что пришельцы боятся, что мы достигнем определенного уровня развития. А почему они этого боятся? Почему опасаются? Потому что имеют определенные виды на человечество. Следовательно, пришельцы первые. Либо очень далеко и к тому моменту, как они приблизятся, мы достигнем высокого уровня развития науки. Либо пришельцы находятся относительно, ну, относительно масштаба вселенной, близко. Однако уровень развития их науки не столь высок, чтобы можно было мгновенно или достаточно быстро переместить флот. То есть к тому моменту, как они приблизятся, мы сможем дать отпор. Из этих двух вариантов более вероятен, что пришельцы ближе, чем тот, что они дальше. Также, имея эти данные, можно связаться с определенными компетентными органами, у которых уже на тот момент будет информация, что появляются какие-то различные странные группы влияния, кружки, которые поклоняются пришельцам. И связав эти две вещи вместе, можно делать вывод, что пришельцы относительно близко, прибудут относительно нескоро. И можно даже высчитать, что при каком уровне развития науки мы сами сможем вносить изменения в эксперименты, делать их хаотичными. Ведь в каком-то смысле это вмешательство фундаментальной законы физики. Значит, в теории, без вмешательства пришельцев, к моменту их прибытия мы достигнем аналогичного уровня. Исходя из этого, исходя из скорости развития научной мысли, можно сделать примерный вывод даже о том, когда пришельцы прибудут. Можно сделать вывод об уровне развития их науки на данный момент. И это то, что можно вывести из простого факта вмешательства. Но Лит Син говорит, а знаешь что? Нет. Не-не-не, ученые ж дебилы. Понимаете, наука это же как магия, это как колдовство. Помните же ситуацию, когда опровергли теорию струн? И что сделали все ученые, занимающиеся теорией струн и просто физики? Которые принимали ее как одно из возможных объяснений сути всего нашего существования. Происхождение вселенной, ее бытия. Все эти ученые, конечно же, самовыпилились, потому что, о как же так? Картина мира рушится. Ведь ученые и так поступают, да? Ведь ученые, физики, люди пытающиеся объяснить, как, почему и зачем наша вселенная работают, суеверные идиоты, в глазах Лит Сина. Они ведь не скажут, хей, теория струн опровергнута. Значит, мы на шаг ближе к пониманию вселенной. На один вариант меньше. Значит, другие варианты стали более вероятными, и это интересно. А можно ли, исходя из этого, вывести еще какие-то теории и предположения? Это ведь занятно, но нет. Можно, кстати, вспомнить эпизод теории Большого Взрыва, где Шелдон впал в депрессняк из-за того, что теорию струн опровергнули. Но тут у Лит Сина все более жестко. То есть это уже дает понять, что так называемый лучшрафтор научной фантастики Китая ничего не понимает в науке. Он понимает в науке, все-таки инженер, понимает в науке почему-то меньше, чем я, простой, рандомный человек из интернета, гуманитарий до мозга костей. Почему так? Я не знаю. Дальше больше, дальше хуже. Почему, собственно... А, нет. Прежде чем говорить, почему, собственно, задача трех тел, поговорим об этих самых группах влияния. Их сформировалось две. Первую возглавляет та самая женщина, которая положила всему этому начало. И она на самом деле уже не верит. Когда-то она верила, что прилетят пришельцы, нас захватят, наведут порядок, но теперь она больше в это не верит. И вообще вообще на все насрать. Вторая группа влияния хочет, чтобы пришельцы нас уничтожили. И вот это прям агитка-агиточка. Во-первых, почему? Почему есть большая группа людей, которая хочет, чтобы все человечество было уничтожено? Я согласен, люди такие себе, очень такие себе. Но пришельцы, они ведь еще хуже. Потому что они не только, вполне вероятно, такие себе. Они же еще и чужие. Да все равно, что, ну да, все мы можем критиковать правительство, продажность, коррумпированность всех органов власти. Но никто не скажет, хей, а знаете что? Пусть нас, короче, всех разбомбят враги. Пусть нашу страну скинут ядерные бомбы и вот-вот. Потому что наши власти такие себе, поэтому это нормально. Никто в здравом уме так не скажет. Это противоречит всему нашему естеству. Да, можно там просуждать о наших каких-то инстинктах, о том, что движет людьми в целом. Но здесь нет никакого обоснования. И ладно бы, Литисин попытался хоть как-то объяснить, но нет. И знаете, в чем проблема? Знаете, кто хочет уничтожение человечества? Все эти ваши поганые, вшивые, интеллигентишки. Все эти люди, знаете, все либерасты. А возглавляет их, угадайте, кто? Во-первых, конечно же, американец. Или он англичанин. Но суть в том, что он американец, который поразит сам по себе. Потому что он богат, да, но получил деньги в наследство. То есть это человек, который ничего не создает, в отличие от праведных китайских пролетариев. И забегая немного вперед, единственный персонаж, который есть во всех трех книгах, это простой китайский грубый коп. Вот понимаете, он уделывает, он абсолютно точно уделывает все спецслужбы мира, в том числе и китайский. Потому что, понимаете, он из народа. Он такой, китайский коп, да, грубоватый, да, возможно, коррумпированный, но он такой настоящий мужик. Который тащит, который прям тащит все человечество, помогает, спасает, защищает, оберегает. Простой китайский коп. Все остальные, ну, ничтожество. Вообще в сравнении с китайцами улица Сина. Все другие народы и расы абсолютно тупы, ничтожны и бездарны. Только китайцы. Только вот, знаете, вот все эти пролившие кровь свою и пот. Вот, с горячим сердцем, с холодным разумом, только эти люди на что-то способны. Если ученые, только китайские, конечно, все остальные ученые, ну, понимаете, вот, все это лженаука. Все эти вот эти либералистические ученые, да что они не понимают, да что они осознают, что они знают. Даже, даже самый, даже самый простой китайский инженер, работающий, ну, не знаю, на электростанции, превосходит всех этих ваших докторов наук, всех этих ваших лауреатов Нобелевских премий. Потому что Китай сверхдержава. Китайцы сверх народ. Все остальные мусор. В конце концов, китайская история и культура. Древнейшие в мире. А все кто-то отрицает и пытается доказать. Они просто завидуют Китаю. Вы понимаете? Завидуют. Ужасно. Ну да ладно, а знаете, что еще самое ужасное? Глава всех этих подлецов и негодяев, которые хотят уничтожить человечество, на самом деле, эколог. Ну ладно, не эколог, но он выступает за защиту окружающей среды. И там прям четко говорится, что все эти вот гринписовцы, все эти защитники окружающей среды, они тоже хотят замедлить развитие науки и промышленности. Все это отвлекающий маневр, чтобы пришельцы пришли и нас завоевали. Ну, а в весьма очевидной интерпретации, пришельцев можно заменить американцами, ибо все эти американцы волком смотрят на Китай, хотят его завоевать, проработить, ибо ничего им больше не нужно, кроме как издеваться над величайшим китайским народом. Если вы не в курсе, Китай, ну, во-первых, был и остается одной из самых загрязняющих нашу планету стран в мире, сейчас ситуация чуть-чуть получше, потому что последние лет 20 где-то Китай хоть... Китай признает, что напрямую сливать помои весь этот яд с заводов в реку, ну, плохая идея, скорее всего. Они используют хоть какие-то инструменты фильтрации, не знаю, подставляют дуршлаг, который обычно для макарон используют, такие, фуф, но мы свою работу по защите окружающей среды выполнили. Но еще несколько десятилетий назад ситуация была просто отвратительной, и риторика китайских властей была и сейчас отчасти состояла в том, что, ну, вот, все, кто против, они просто хотят остановить китайскую промышленность, чтобы мы на всякие эти защитные меры, так называемые, тратили огромное количество ресурсов. И все это сделано лишь для того, чтобы остановить гордо поднимающуюся голову китайского дракона. Китай воспрял, и весь мир этого боится, особенно либерат, западные агенты, Америка, Европа, просто завидуют Китаю. И, зная все это, прям погано становится от того, что автор буквально говорит, все, кто не согласен с политикой Китая, на самом деле, агенты, ну, не госдепа, а пришельцев, еще хуже. Они хотят уничтожить не просто Китай, а все человечество. Человечество, это не нацпредатели, это предатели всего нашего вида. Понимаете, да? Понимаете, почему у меня так бомбит от первой книги? Потому что это на все 100% поганая агитка. Теперь вернемся к задаче трех тел. В чем моя суть? О том, что пришельцы, ну, уже некоторое количество лет спустя, да, поделились определенной технологией с людьми, и создали такую VR-игру. И целью является спасение Трисоляриса. Там происходит знакомство с культурой, с историей вот этих вот пришельцев. И люди действительно пытаются найти какой-то выход, ибо там периодически случаются солнечные вспышки. Используется технология, которая высушивает всех этих, ну, пришельцев, отставляет там, ну, да, некую такую сухенькую оболочку для того, чтобы пережить этот всплеск солнечной активности. И, значит, вот все эти сторонники клуба пришельцев, все эти предатели человечества, само собой, они пытаются как-то найти способ. Как-то спасти своих хозяев. Но на самом деле, это вообще зачем? Я не понимаю, если честно. Ибо, смотрите, к чему знакомить людей с культурой пришельцев? Зачем? Трисолерианцы этим занимаются, если они планируют уничтожить все человечество. Их мир гибнет, они хотят убить всех людей и захватить наш. И не нужно знакомить людей со своей культурой. Конечно, отчасти это можно продать тем, что, ну, есть определенная группа людей, которые считают, что пришельцы нас все-таки поработят и просто, ну, оставят человечество в живых. Да, но у пришельцев же нет подобного рода замыслов. И нам четко проговаривают, что трисолерианцы не способны на обман. Сама концепция лжи им не знакома. Они учатся лжи впоследствии у людей. Но на тот момент они ее еще не используют. Так зачем им делиться с нами информацией о своей культуре? К чему это задача трех тел? И более того, когда один человек, даже, казалось бы, далекий от науки, ее разрешает, его сторонники уничтожения человечества пытаются убить. А почему? Они внезапно стали думать, что пришельцы не прилетят к нам, потому что их мир будет спасен. Ведь всегда лучше иметь больше территории, больше ресурсов. Не-не-не-не-не. Надо убить. Почему? Не-не. И учитывая, что пришельцы могут наблюдать за тем, что происходит на земле, разгадка, ответ, как спасти свой родной мир, они ее получили. Правда, никак не использовали, потому что... Не-не-не-не, потому что лицесину в целом насрать. Ладно. Меня еще забавляет, как уничтожает всех этих сторонников завоевания. Это... Это... Значит, последние отчаянные попытки, уже после раскрытия, этот... Подлец... Гринписовец. Ну, не Гринписовец, наплевать. Собирает... Группу людей. Они плывут на... Ну... Достаточно большого... Объема. Корабле. И там... Бомба. И одержанная, само собой. Грязная. И главный герой, он же Арбоди с нанотехнологиями, он успевает изобрести нить. И... Буквально. Значит... Несколько нитей. Натягивают между опорами моста. Корабль проплывает и всех режет. Знаете, вот... Не знаю, смотрели ли вы или нет фильм «Корабль-призрак». Я вот смотрел только самое начало, где как раз таки вот всех режут нитями, кто на корабле плывет. Здесь та же самая ситуация. Они просто натягивают нано-нити между опорами моста и всех врагов разрезают, чтобы они не успели бомбу использовать. ЧЕГО? Одна из лучших современных книг в жанре научной фантастики. Вот. Вот она. Ешьте, пожалуйста. Ну... Я надеюсь... Я обычно плююсь от адаптации Netflix. или любых других. Но тут, скорее всего, всю эту политизированность уберут. К счастью. Я надеюсь. Ибо книга, она... Она настолько красная, что даже сердце хочет остановиться на такой очевидный стоп-сигнал. Она настолько агитационная, что становится просто противно. И она самая мразотная из всех трех. Как по мне. А теперь книга вторая. Тёмный лес. И тут... Тут ситуация довольно-таки спорная. Потому что тёмный лес это концепция, которую в целом ну можно принять как одну из. Можно согласиться с тем, что ну возможно она в какой-то... Ну в теории жизнеспособна. Можно даже целые книги написать. Серьёзное научное исследование на тему даже не космической социологии, а социологии в целом. И вкратце о том, что такое теория тёмного леса. Это... Это чуть более развитая до космических масштабов дилемма заключённого. Ну суть которой в том, что если ты можешь поступить выгодно для себя, ты поступишь. Даже если это может принести тебе гибель. Погуглите, что это такое. А я объясню. Суть в том, что вселенная является тёмным лесом. И каждая цивилизация в ней это охотник. И они с нетерпением ждут, как какая-нибудь более юная наивная цивилизация зажжёт костерок, чтобы тут же эту самую цивилизацию растоптать и уничтожить. Почему? Из-за цепочки подозрений. Ибо одна цивилизация сталкивается с другой и тут же мысль даже если я буду хорошо настроена по отношению к этой цивилизации, велик шанс, что она будет настроена хуже ко мне. Если я сильнее, всё хорошо. Но другая цивилизация тоже может стать сильнее абсолютно внезапно. Это один из спорных моментов, ибо у Литисина любая цивилизация может произвести внезапный скачок. То есть встречается какой-нибудь империум человечества из Вархаммера с пещерными людьми и уничтожает их. Почему? Ну потому что есть шанс, что все эти пещерные люди через сто лет смогут уничтожить огромную межгалактическую империю. Почему? Ну вот понимаете, научный скачок. Ведь наука это как магия. Она непоследовательна, она ничем не обоснована. Внезапно пещерный человек сможет найти посох плюс 200 тысяч к интеллекту, плюс миллиард к урону и силой мысли гасить и зажигать звезды. Ведь наука работает именно так. Конечно, можно придумать кучу оправданий и сказать «Ну это условность». Конечно, речь не идет о таком соотношении, но суть-то в том, что любая цивилизация уничтожает любую другую. Если, конечно, имеет достаточно сил. А с другой стороны, более слабая цивилизация смотрит в сторону более сильной и думает «Хей!» Ну, опять же, возвращаясь с цепочки подозрений «Хей, они сильнее меня!» Но они же могут посчитать, что когда-нибудь мы станем сильнее их, либо сравнимся, достаточно, чтобы их обескровить. Поэтому лучше будем пытаться тоже уничтожить эту цивилизацию. Если они будут достаточно добры, дадут нам время, лучше попытаться их уничтожить. Потому что одни могут захотеть нас уничтожить. В то же время могущественная цивилизация подумает «Хей!» Возможно, они нас подозревают из-за этих подозрений мы подозреваем их и захотим их уничтожить. Ну и собственно, поэтому есть цепочка подозрений. Далее. Один из основных тезисов теории темного леса в том, что количество ресурсов ограничено во Вселенной и жизнь постоянно разрастается. Следовательно, разумно, логично и правильно уничтожать эту самую жизнь, чтобы у тебя было больше ресурсов. И да, это логично, это правильно, это практично. Вот только есть одно большое «но». То, как цивилизации уничтожаются. Самый простой способ могущественная цивилизация просто стреляет на огромной скорости куском материи в звезду. В итоге звезда коллапсирует, уничтожает всю систему. Ладно. Некоторая трата ресурсов в теории имеет право на существование, но если цивилизация чуть более развита, пришельцы используют кусочек фольги. кусочек фольги, который сворачивает пространство. Ну, да, сама идея использования законов физики в качестве оружия довольно крутая, но ее реализация сосет так сильно, так глубоко, что это прям противно. Ибо один из основных тезисов количество ресурсов ограничено. И что же делают эти могущественные, невероятно практичные цивилизации? уничтожают эти самые ресурсы. Почему? Любая звезда это огромный источник энергии. Скоро речь идет о цивилизации, которые могут использовать законы физики в качестве оружия, то использовать энергию звезды они тоже могут, но ее уничтожают. Ценный ресурс ценный ресурс. Далее на органику плевать. Органика ресурс возобновляемый, но ведь зеленой системе, планеты, различные космические тела, астероиды, тоже может быть много полезных ресурсов. Да, для большой космической империи, для высокоразвитой цивилизации это не то, чтобы критично, но мы помним, количество ресурсов ограничено. Плюс одна цивилизация, ладно, но дело поставлено на поток. И сколько таким образом ресурсов было уничтожено, тогда как можно было просто уничтожить органику и автор легко мог придумать способ сделать это дешево и эффективно. Да, кто угодно, какой-нибудь вирус, прочее, прочее, нередко используется в научной фантастике. почему этого не сделали? Тем более уничтожается не только материя, но и само пространство. В пространстве ресурс тоже ограничены. И да, в космических масштабах уничтожить звездную систему это ничего, но если уничтожаются сотни тысяч таких звездных систем, это уже много, да? А вселенная полна жизни. поэтому не очень разумно, не очень эффективно, да? Более того, оружие, сворачивающее пространство, это что-то вроде ядерного для космических цивилизаций. И дело доходит до абсурда, когда Лицисин уже в последней книге говорит, а знаете что? Раньше вселенная была утопией в десятимерном пространстве, а потом все эти цивилизации начали воевать друг с другом, использовать оружие, которое сворачивает пространство теперь пространство три, а потом не свернуть пространство до двух, и в итоге это происходит в конце, сворачивают количество пространств до нуля, а понимаете как хотите, сами придумывайте, как можно в одномерном пространстве создать оружие сворачивающее пространство, это же ебаный бред какой-то при всем моем уважении, ну да ладно, а потом внезапно, когда количество пространств будет равно нулю, и снова станет 10 потому что наука так работает да если довести чего-то до минимума потом внезапно станет максимум то есть вот и нищеброд отдаешь последнюю рубашку потом бац миллионер тут же потому что у тебя просто закончились все деньги ты не уходишь минусы как ведь это наука а наука она сакральна на этом это магия на самом-то деле помню уже высказывание артура кларха да любая развитая технология ничем не отличается от магии но по лицесину наука это и есть магия на работает странно ты можешь вмешиваться постоянно в сути структуру вселенной сворачивать пространство и все эти такие разумные невероятно практические практичные пардон здесь невероятно практичные империи они сворачивают пространство зная что тем самым ведут гибели всего живого во вселенной почему это они делают потому что потому что такие вот они такие вот они и на определенных пределов эта теория темного леса работает пока лица синие начинают ее применять не в рамках межвидовой борьбы а в рамках внутри видовой что даже люди там когда уже флот приближается две группы кораблей пытаются свалить из солнечной системы сбежать в сторону далекой-далекой звезды где вроде бы есть планета пригодная для жизни но они осознают что ресурсов мало поэтому начинается цепочка подозрений среди каждого среди команд каждого из по моему там по три корабля в группе было но я уже боюсь соврать не помню точно и в итоге каждой группе остается по одному кораблю потому что у них такой мини темный лесок здесь чем у меня вопрос а почему ну согласно лицесину темный лес работает и в данных условиях почему в таком случае он не работает сейчас наши с вами реальности почему могущественные государства не уничтожают более слабые да и система сдержек и противовесов но почему бы могущественным государством не договориться не поделить сферы влияния почему нет когда-то не пытались такое сделать да но лишь часть какой-нибудь факт молотова риббентропа где был договор о разделе сфер влияния почему в итоге у нас не образовалось несколько просто несколько сверх государств которые в итоге слились бы в одно она вечную могущественную империю и то чтобы никто не пытался ее построить но почему более могущественные цивилизации более могущественные страны помогают другим странам они они ведь им даже помогают делятся гуманитарной помощью пытались как-то просвещать до использовать в своих целях но не уничтожать почему все эти могущественные космические империи не хотят поработить человечество ведь люди это тоже ресурс и наши самые лучшие восхитительные произведения искусства могут выставляться в тамошних музеях как образцы примитивной культуры ведь ни одна империя не является такой монолитной всегда могут быть голоски недовольства от различных групп влияния в том числе и влияний других могущественных на планетных империй почему ведь если бы даже самый такой затюканный батрак шахтер или кто там теоретически могущественной инопланетной империи смотрел бы на людей думал я лучше он бы смотрел на людей и сознавал что есть настолько отсталые цивилизации и он должен быть благодарен за то что имеет ведь к слову именно так работает пропаганда нашей стране да и во многих других показывает что ведь там в африке люди массово от спида умирают так что будь благодарен за то что ты имеешь ведь именно так это работает и исходя из того из всего что мы знаем о жизни и сей истории человечества метод действий пришельцев он не работает это неразумно нелогично глупо конечно можете сказать но понимаете ведь это пришельцы они могут мыслить иначе ведь на примере 3 солярианцев мы уже видим что есть отличие да вот только почему-то почему-то метод мышления пришельцев он идеально встраивается во вселенную придуманную лицессина вот за пределы не выходят они достаточно похожи на людей именно в той степени чтобы оправдать эту едва существующую выдуманную вселенную почему-то не выходят за ее пределы что-то не вот похоже на людей вот не больше не меньше чем нужно авторам и нет даже каких-то объяснений можно конечно но придумывать чтобы продать автора но все это домыслы все это домыслы исходя же из того что мы имеем автор просто насрал на построение вселенной и все срать он на нее хотел вот все объяснение но давайте вернемся к теме каким образом наука была заблокирована это конфетка это кайф три солярианцы использовали протон ну ладно протона двухмерный протон а на двухмерный протон Искусственный интеллект внутри двухмерного протона. Искусственный интеллект внутри двухмерного протона, который оперирует в десяти измерениях. Двухмерный... Искусственный интеллект внутри двухмерно-десятимерного протона. Чего, блядь? Простите за выражение, но... Двухмерно-десятимерно... Это вообще что? Это вообще как? Зачем и почему? Это ладно. События второй книги. Много-много лет спустя. Человечество... Ну, немного, ладно. Флот Триселяриса приближается. И это уже всем известно. И люди начинают думать, а какие меры надо предпринять? То есть выбирают несколько человек, в том числе и главного героя второй книги. И у каждого из избранных свои идеи, свои теории, как противостоять пришельцам, они их рекламируют. Но на самом деле за очевидными вещами они скрывают истинный план. Ну, а потом все это раскрывается в итоге. Однако план главного героя скрыт. Он говорит, у меня нет никакого плана? Все-таки, конечно, нет у него плана. Однако, оказывается, есть. Это много-много лет спустя. Вот он будет. Да в чем план? Да уже там на все ваши планы эти забили. Ну, план-то есть. Этот план... А... Смотрите. Какой вывод можно сделать из посылки? Во Вселенной есть иная разумная жизнь, настроенная по умолчанию агрессивно. Обнаруженная нами жизнь находится относительно масштаба Вселенной достаточно близко. И они некачественно превосходят нас в развитии науки. Пусть и сильно превосходят. Какой вывод можно сделать, исходя из того, что близко от нас есть пришельцы? Хм... Не знаю даже, что можно предположить. Например, что, возможно, во Вселенной есть еще много других пришельцев. Довольно сильных. Так? Так. И, значит, план этого спасителя человечества в том, чтобы угрожать пришельцам из Трисоляриса раскрытием координат. То есть, если вы на нас нападете, окей. Взаимно гарантированное уничтожение. Мы расскажем всей Вселенной, где находимся. Тогда и нам хана, и вам хана. Все. И это подается, знаете, вот как нечто... Как нечто настолько глубокое. Как нечто настолько неочевидное. Как некое откровение. Это, знаете, все равно, что приплыть на другой континент, увидеть одного человека и предположить... Не, ну, наверное, этот человек всего один на всем континенте. Разумно же, да? Мы не видели ведь больше одного человека. Значит, скорее всего, он один. И только... только один единственный представитель. И все экспедиции скажут, хей, ну, смотрите, у него тут и одежда, и какие-то орудия труда. Так что, наверное, тут есть некое поселение, возможно, даже цивилизация. И все такие, вау! Вот это да! Кто бы мог предположить, исходя из наличия одного человека на целом континенте, что на этом целом континенте может быть еще некоторое количество человек. Ух ты! Да ты гений! Неиронично отмечаем. Все мы. Ты гений. Что? Ооо, как же это плохо! А дальше хуже, дальше хуже. Героиня. Да, там, женщина. Третья книга. Таймскип. Прошло очень большое количество времени. Главный герой второй книги держит руку на кнопке. Он там не ест, не спит уже, что-то под сотню лет просто держит палец на кнопке. Что если пришельцы решат вести себя агрессивно, он на кнопочку нажмет и все. И всем хана. Женщина, значит. В чем дело? Спустя где-то, ну плюс-минус, там, сотню лета или около того, с Триселярисом уже отношения хорошие. Там взаимное проникновение культур, мир, дружба, жвачка. А все почему? Потому что люди уверены в своем превосходстве над пришельцами. И это еще один. Ладно, я не буду материться, пусть очень хочется, но это настолько тупо! Даже тупее, чем... О боже мой! Во вселенной еще могут быть пришельцы! Вывода. Неочевидного для всего человечества остального. Там уже постфактум нам сообщают. По-моему, уже во второй книге, что... Да, там был хаос, война из-за того, что люди узнали о существовании пришельцев, о том, что они придут. Было много проблем, случился, по сути, полноценный постап. Ну, а сейчас уже все в порядке, цивилизация восстановлена. И знаете, было бы интересно взглянуть на то, как человеческая цивилизация рушится. Как она вновь находит надежду и восстанавливает себя из руин. Но нам об этом говорят в паре предложений, а пускай, по сути, самое интересное. Ладно, проехали. И люди рассуждают так. Ага, смотрите. Пришельцы больше века назад могли использовать нечто... Я там не помню, знают ли они о двухмерном, десятимерном протоне и искусственном интеллекте, который пронзает своим взглядом всю Землю или нет. Но они знают, что пришельцы могут блокировать развитие науки. И ага, пришельцы могут блокировать развитие науки. Мы сейчас, сейчас мы достигли такого уровня развития, что можем делать пиу-пиу, в астероиды и астероиды взрываются. А пришельцы еще сто лет назад могли блокировать развитие науки. А мы можем, ну, использовать просто большие пушки. То есть, мы просто построили пушки больше, чем раньше, и все. Вот наше достижение. А пришельцы еще сто лет назад могли блокировать развитие науки. Какой вывод из этого можно сделать? А, ну, мы превзошли пришельцев. Они же могут всему-навсему блокировать развитие науки. А мы можем делать пиу-пиу в астероиды. Значит, мы сильнее. И если бы хоть один человек задал вопрос, а если мы превосходим пришельцев, можем ли мы построить тоже такую штуку, которая блокирует развитие науки? Если да, если мы близки к этому, ну, значит, мы на уровне пришельцев столетней давности. И не можем их превосходить. Ну, нет, никто не задается вопросом. Люди почему-то все без исключения считают, что, ну, ну, мы сильнее пришельцев, наверное, да? Мы же можем стрелять из больших пушек, а не всего-навсего блокировать развитие науки с помощью неизвестных нам методов. Мы точно их превосходим, и какие могут быть сомнения, какие могут быть вопросы. И, к слову, закономерно простой зонд пришельцев разматывает весь человеческий флот, потому что, а, чё бы нет. Проблемка-то, проблемка-то в чём, знаете, в чём? В главной героине третьей книги. Потому что она тупая овца. Смотрите. Происходит выбор. Сложный выбор, кого назначить следующим хранителем этой большой красной кнопки. Которую уже дряхлеющий главный герой второй книги держит в руках. Дают ей. И в чём проблемка-то? В момент передачи кнопки пришельцы начинают свою атаку. Они разносят одну... На самом деле, станции, ретрансляции, которые могли бы передать информацию в космос, их всего несколько, могли бы построить больше и строили больше, но потом их уничтожили. Потому что какие-то террористы попытались их захватить и передать информацию из-за каких-то там, сомнений, суицидальных наголовностей в космических масштабах. Но передают главной героине кнопку, и она такая... Ой, пришельцы на нас напали. Ну, человечеству конец. Но я кнопку нажимать не буду. У неё была крохотная кошечка, чтобы нажать кнопку. Но она не нажала. Почему? Ну, девочка и у неё лапки. И пришельцы атаковали. Потому что, исходя из всего, они сделали вывод, что эта баба, скорее всего, на кнопку не нажмёт, потому что она дура. И не объясняет толком, почему она не нажала кнопку. А выбрали-то её. Знаете почему? Знаете, почему её выбрали? Потому что человечество ослабело. Потому что все мужчины теперь, бабы, политисину, да? Понимаете, ну да, женских мужчин, женоподобных мужчин. Женских мужчин. Кажется, да. Все такие слабые, изнеженные, с гладкой кожей, худые, изящные. Все эти, может, западные ценности, наверное, тому видно. И мы не имеем чёткого объяснения. А ситуация такая. На землю летят пришельцы. Хотя некоторые люди считают, что, хей, мы превосходим по уровню развития пришельцев. Всё-таки, чтобы целое поколение таким сформировалось, нужно какое-то обоснование, да, логическое. Хоть, хоть, какое-нибудь, нам говорят. А нет, все мужики теперь, как бабы смирить. Ага. Слабаки, чмошники, неудачники. Поэтому им нужна материнская фигура. Именно поэтому они выбрали главную героиню третьей книги. В этом же, в этом же смыслом. Вообще, блядь, нет! Да, да, да. Так оно и есть, так оно и есть. Но знаете, сигнал-то передали. А знаете, каким образом? Ситуация следующая. У пришельцев было несколько зондов. И у людей, помимо, по-моему, трех станций и ретрансляции, была еще одна на корабле. Так уж вышло, что когда вот те ранее упомянутые в контексте истории про темный лес кораблей решили свалить, единственный корабль с башней и ретрансляции отправился за ними. Потому что он один мог их догнать, как-то наказать. И, кстати, экипаж одного из двух судов вернули на землю и наказали в итоге. Итак, гонится он, значит, гонится, гонится, и внезапно, а с ним летит инопланетный зонд. Для сопровождения на всякий случай. Тут инопланетный зонд вроде бы собирается начать атаку, чтобы уничтожить эту станцию ретрансляции, единственную подвижную, чтобы защитить Трисолярис, да? Но внезапно экипаж с того убегающего корабля возвращается и разносит зонд пришельцев. И, конечно, можно задать логичный вопрос, а как? А как просто один мятежный корабль, собранный там из остатков, осколков, мародерящей, как они разобрали мощный инопланетный зонд, который в одиночку разнес весь человеческий флот? Понимаете ли, видите ли, знаете ли, из-за осколка, из-за пространственного осколка. А в начале третьей книги там упоминается, что во время осады, кажется, Константинополя, к царю пришла какая-то женщина, сказала, ой, да я могу убить там лидера-нападающих, турецкого султана или вроде того. И для этого она использовала осколок во времени и пространстве. Как я ранее говорил, когда-то на заре вселенной было 10 измерений. И в итоге, короче, просто из-за всех этих сворачиваний постоянных в космосе летают в космосе летают каким-то образом осколки пространства более высоких измерений и случайным образом натолкнувшись очень удачно на осколок пространства более высокого измерения, те беглецы сумели разобрать на части инопланетный зон, потому что он, пусть и был сильно развит, все-таки они оперировали в рамках четырех измерений, а этот зон существовал в рамках трех. Просто повезло, как-то на рандоме, удивительно, невообразимым образом, видимо, ну, видимо, видимо так. На кнопочку нажимают, сигнал пересылают, трисолярис уничтожают. Их флот, к слову, прибывает на землю, но потом они замечают, что, опс, координаты-то скомпрометированы и сваливают. А там на земле уже катастрофа, всем конец, почти что, но флот трисоляриса сваливает. Потом их кто-то разбирает за кадром. Но неважно. Ладно. А делать-то что? Информацию о координатах слили. Трисолярис уничтожен, очередь будет за землей. И земляне такие, ну, короче, как бы надо что-то делать, надо что-то придумывать. И коль скоро в Трисолярис пульнули кусочком энергии, там, солнечная вспышка, мы вполне можем от этой солнечной вспышки защититься и как бы все. ведь у могущественной инопланетной цивилизации у многих из них ведь нет каких-нибудь средств наблюдения, которые позволили бы сделать вывод о том, что, ну, как бы, на эту цивилизацию нужен калибр посильнее. Это невозможно, да, ведь все эти могущественные цивилизации, использующие в качестве оружия законы физики, определенно слабаки, определенно идиоты, неопределенно не смогут додуматься, что от этой солнечной вспышки можно как-то защититься, да, 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 ну, там не совсем солнечная вспышка, но я не буду погружаться в подробности, о которых плохо помню. Далее, опять же, формируется несколько групп влияния определенной силы, вот эта вот баба-дура, которая на кнопку не нажала, становится весьма важным человеком, во многом потому, что в самом-самом начале, давным-давно, был отправлен в космос аналог Вояджера, с человеческим мозгом, умирающего ученого, который, кстати, был в эту женщину влюблен. Этого мужика нашли треселерианцы, воссоздали тело, он проникнул в своих культуре и, по сути, стал во многом предателем всего человечества. Но он перед отбытием дал определенные подсказки, благодаря сказке, весьма неплохой, каким образом можно было бы защититься. И люди пытались как-то расшифровать эту сказку, построить несколько предположений, как, зачем, почему. Тот сказал, давайте построим мощные двигатели и просто свалим, кто-то говорит, нет, мы должны показать, что не представляем опасности для вселенной, а для этого нужно ограничить скорость света в солнечной системе. как это сделать? Хрен его знает. Потом, кстати, окажется, что это можно сделать как раз-таки благодаря влиянию тех самых мощных двигателей, которые собирались построить, дабы свалить. И была возможность построить эти двигатели, чтобы свалить. Потому что там построили огромный орбитальный комплекс, чуть ли не целый новый мир. Но беда-то в том, что этой самой тупой этой крайне недалекой, скажем так, женской героине снова предоставили выбор. Мол, пошантажировать все остальные группы влияния оружия массового поражения для того, чтобы продолжить исследование или сдаться и забить. И угад, что она выбрала сдаться и забить. И впоследствии ей говорят, слушай, ну ты не виновата в уничтожении человечества. А человечество уничтожат кусочком фольги, который сворачивает измерения. Тривиальное дело. И говорят, ты не виновата. Какого хрена не виновата? У нее было несколько возможностей, и как минимум две из них она просрала, что привело к уничтожению человечества. Ой, там такая история. Она потом прибывает на одну планетку, встречается с тем самым мужиком, которого восстановили треселерианцы, чуть-чуть болтают, он даже оставляет ей карманное измерение. Ну да, люди же считали, что они превосходят треселерианцев, а те уже научились карманные измерения делать. И она на корабле пришельцев, кажется, я не помню, она с кем-то путешествует, когда человечество уже свернули, то ли с подругой, то ли с каким-то мужиком. Я вообще не помню, если честно. Но суть в том, что она просто застревает с своим спутником или спутницей, там еще бродит тот самый искусственный интеллект, вместе с ней прислуживает, который в двухмерно-десятимерном протоне обитал. Значит, просто попадает в какую-то аномалию и застревает там то ли на миллионы, то ли на миллиарды лет. Но суть в том, что те остатки человечества, которые сбегали на корабле, достигли того мира, уже обосновались, там цивилизация, развелась. А все это, все это за кадром. Прошла хреново туча лет за кадром. Она протирает глазенки, чуть-чуть тусуется вот в этом карманном измерении, а потом общее объявление на всю вселенную от группы влияния, которая считает, что если все пространства свернуть, они обратно в десять развернутся и будет утопия. карманные микровселенные, они же, они как бы берут часть материи из реальной вселенной. Поэтому, если вы из них не выйдете, после того, как все свернется, не сможет толком развернуться. Поэтому выйдите, пожалуйста, из своих карманных микровселенных, ибо, ну, количество материи во вселенной строго фиксировано. Если хоть одна, одну крупинку утаите, нормально вселенную не удастся восстановить. Поэтому, как бы, давайте выходить. И она вышла. И как бы, ну, ну и все. И конец вселенной. Потом снова начало. Или нет, кто знает. О-о-о-о! Третья книга ни о чем. Это история о том, как человечество погибло из-за одной тупой бабы. Простите. Столь оскорбительное выражение, но все-таки это правда. И концовка какая-то идиотская. В целом, ну, казалось бы, можно посочувствовать человечеству, но вселенная вся тоже уничтожена. В этих рамках уничтожение человечества не значит ничего. Оно не имеет никакой ценности на самом-то деле. Конечно, между этими событиями прошел довольно большой промежуток времени, но для нас нет. для нас все миллионы, миллиарды, триллионы лет в этой пространственно-временной аномалии это пара страниц и все. Еще там 30 страниц назад человечество было, а вот плюс еще 50 страниц уже вселенной нет, поэтому насрать. Ладно, возможно, я был слишком эмоциональным, но правда книги невероятно плохие. Не столь раздражающие, как Азимов. Как основание Азимова. Кстати, основание Азимова тут упоминается в первой книге, дается отсылочка, ибо есть определенная попытка, там как, кто-то из персонажей связывается с главой Аль-Каиды, говоря, а ну вот знаете, может как у Азим, как у одного известного автора, мы построим что-то вроде своего основания, и глава террористов станет главой этого основания, ты считаешь, думаешь, твою мать, один из персонажей серьезно связывается с дебилом террористом, с радикальным исламистом, определенно принадлежащим запрещенной в России организации, а может возглавляющим один из регионов, но не суть, с тем, чтобы помочь защититься от инопланетной крови, какая-то хрень, и тот же темный лес, но, смотрите, эта идея в принципе имеет хорошее развитие не у лица сина, а в новелке 40 тысяч лет культивирования, где-то рассматривается как теория антагонистичной главному герою силы, огромной империи, которая исходит вот из этого постулата. Ну, не прям четко исходит, но их взгляд на вселенную плюс-минус таков. И нам говорят, что это нехорошо, это неплохо, это определенно не может быть основой идеологии. Но какие-то идеи из темного леса все-таки стоит использовать во имя выживания, ибо быть слишком-таки мягким, добреньким тоже не есть хорошо. А у лица сина все иначе, он крайне категоричен. Ладно, я боюсь, уже повторил множество мыслей десяток раз, и, ах, как же это, мать вашу, плохо. Вы можете со мной не согласиться, посмотрим, насколько поганой, всратой и мразотной будет экранизация Netflix. Знаете, возможно, я даже почитаю остальные книги, потому что они должны быть тоже отменно погаными. Ну, на этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и Patreon, спасибо за внимание, и пока.